Меня зовут Фласова Елена. Я работаю в лаборатории политики культурного наследия, возглавляю ее как заведующий. Научным руководителем лаборатории является профессор кафедры журналистики массовых коммуникаций Владимир Васильевича Баш. Я очень рада возможности представить издание лаборатории в легендарном пространстве Камбы. Для меня это действительно так. Я сегодня в гостях у Камбы, в гостях у тех людей, которые любят это пространство. Для меня это некая гордость и радость. Я благодарю Наташу за это приглашение. И с удовольствием расскажу о наших изданиях. Наверное, не обо всех, потому что их достаточно много. И начну я вот с этой книги. Она называется Борис Пастернаку, как автор основных материалов, которые здесь представлены. Тут чудно хорошо. Стихи и письма из Всеволода Вильвы. Ценность этого издания заключается в том, что здесь впервые под одной обложкой собраны действительно все уральские произведения Бориса Пастернака. То есть это его стихи, которые были им написаны во Всеволода Вильвы в 1916 году. Это письма, которые он писал своей семье, своим друзьям. Эти письма очень важны как раз для осмысления значимости этого сюжета в творчестве и в биографии, в творчестве Пастернака. И эта книга сопровождается эссе Владимира Васильевича. И благодаря этому эссе пастернаковский сюжет стал достоянием не только пермской культуры, но и русской литературы. Потому что до этого времени вот такого подробного, внимательного, концептуального изучения пермских страниц биографии Пастернака не было. Вот чем еще, наверное, интересна эта книга тем, что здесь собраны хорошие, качественные копии рукописей Пастернака. Местных, естественно, рукописей. И фотографии, которые были сделаны во время его жизни в доме Збарских. У Збарского была очень хорошая техника, он увлекался современными техническими новинками, у него был хороший фотоаппарат, и они очень много фотографировались. Благодаря этой страсти Збарского у нас вот есть такие замечательные фотографические свидетельства того, что как Пастернак жил на Урале. Вот этот вот увесистый томик, он тоже для нас важен, поскольку он представляет материалы международной конференции о Пастернаке, которая прошла в Перми. То есть вот на старте программы Пастернаковской мы организовали, провели конференцию, которая так и называлась «Любовь пространства. Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака». Книга уникальна тем, что здесь собраны очень такие обстоятельные исследования пространственных образов Пастернака и вот этого пермского, уральского сюжета в пастернаковской биографии, в биографии Пастернака. И представлены авторы, которые до сих пор считаются ведущими специалистами по творчеству Пастернака. Здесь публикация Жоржа Нева, здесь публикация Евгения Борисовича Пастернака. А открывает это издание, это сборник материалов конференции, но это не тезисы, конечно, это очень обстоятельные большие статьи, такие концептуальные. Открывает издание вступительная статья Вячеслава Василовича Иванова. Это ведущий русский, российский филолог, советско-российский филолог, гуманитарий, культурный антрополог. И действительно эта книга представляет большую научную просветительскую ценность. А в разделе, который касается Перми, интересно придумалось представить вот эти пастернаковские материалы. Это своего рода литературный путеводитель по пастернаковским местам Перми. То есть Владимир Васильевич написал что-то вроде комментариев, литературоведческих комментариев, в которых представлены пермские реалии, которые так или иначе проявились в его художественном творчестве. И получилось так, что вот перед нами литературный путеводитель. Можно взять эту книжку, пройтись по пермским местам и увидеть их такими, каких увидел пастернак и представил потом в своем творчестве. Здесь и Юрятецкая читальня, дом с фигурами, улица Осинская, Пермь-1, Мотовилиха, Развилия, которая у него называлась. То есть это вот на самом деле такой опыт, первый наш опыт литературного путеводителя, очень удобный для использования в экскурсионной и туристической деятельности. А вторая пара книг это Ассаргинский уже сюжет. Это проект, который был связан с, так скажем, возвращением имени Михаила Оссаргина в пермскую культуру, в историю пермской культуры, в историю пермской литературы. Это наш совместный проект с краеведческим музеем, но издания это наши, конечно, те, которые готовили мы. А вот сама Оссаргинская программа была поддержана Пермским краеведческим музеем, появилась небольшая экспозиция. Вообще есть там такой сотрудник, Татьяна Павловна Чуракова, который энтузиаст этой темы, у нее были связи с женой Ассаргина. И вот как-то мы тогда дружно решили, что пора имя Ассаргина сделать действительно частью пермской культуры. И мы придумали тогда серию Ассаргинских чтений. Были проведены две большие международные конференции и серию изданий. Ну и вы, наверное, знаете, что есть памятный знак Ассаргину на старца Пермской академии, Пермской медицинской университеты, сейчас он так называется, со стороны Сибирска. Это бывшая Пермская мужская гимназия, где учился Ассаргин. И там открыт этот памятный знак. Ну а вот эти книжки, о них расскажу. Наверное, начну с более внушительной. Это книга статей, которая тоже вышла по итогам конференции «Ассаргинские чтения». И это вот такая первая попытка. Книжка вышла в 2006 году. И она, ну, пожалуй, действительно нужно об этом сказать, что это такая первая попытка целостного осмысления творчества и биографии Михаила Ассаргина. Вот таких монографических исследований, посвященных Михаилу Ассаргину, раньше не было. Михаил Ассаргин – это известный писатель русского зарубежья. Ну, по крайней мере, он стал известен как писатель после того, как на философском пароходе вместе с остальными философами и писателями был выслан из страны. То есть он ассоциируется в истории мировой литературы, русской литературы, вот с этой первой волной русской эмиграции. А на самом деле он уроженец Пермии. Михаил Андреевич Ильин, его настоящая фамилия Ильин. Ассаргин – это псевдоним, который он взял в честь бабушки. И это действительно очень большая фигура в русской литературе. Невероятно интересный человек, невероятно такая масштабная личность. Вот я вам просто перечислю те роли, о которых вот здесь, например, идет речь. То есть он начинал как журналист и действительно считался ведущим русским публицистом. Вот с начала, наверное, 90-х, с нулевых годов, то есть с 1900-х годов до 1917 года он считался одним из ведущих русских публицистов. Он был эсером, то есть у него есть эсерское прошлое. Он говорил, что он не был активным участником этого движения, не был лидером эсеровского движения, но в вооруженном восстании 1905 года он участие принимал, за что был арестован, сидел полгода в тюрьме, потом был выслан из страны. Ну, вынужден был уехать, так сказать, это была первая его эмиграция. Но с эсерством он принципиально расстался, прямо было официальное заявление, потому что для него нравственно-этический выбор, нравственно-этические принципы были важнее политических. Он это осознал и в дальнейшем всегда придерживался именно этих принципов своей деятельности. Но это, в общем-то, привело его, как ни странно, в масонство. То есть он стал масоном, в Италии он принял масонство и очень быстро сделал карьеру. Нет, эту карьеру не назовешь. Он стал руководителем, духовным руководителем, идеологическим руководителем и лидером этого движения сначала в Италии, то есть у нас главлял лужи, и потом во Франции. Во Франции он был участником нескольких лож, у руководителей нескольких масонских лож. Ну вот это такой, такая масштабная личность. Человек, который может повезти с собой, который пользовался безусловным авторитетом, таким нравственным, этическим у своих коллег, знакомых, среди своих коллег и знакомых. И вот был журналистом, а во время Гражданской войны, кстати, он еще и возглавил, создал общество, которое помогало спасать голодающих по Волжье. То есть это человек был, который действительно очень серьезно и ответственно относился вот такой социальной деятельности, да, социально-общественной деятельности. Но был выслан, как я уже сказала. Вот здесь вот все эти его ипостаси представлены. Он поступил в Московский университет в 1897 году. Он уехал и поступил в Московский университет из Перми, окончив Пермскую мужскую гимназию. Поступил на юридический факультет. И с этого момента он становится постоянным корреспондентом Пермских губернских ведомостей. Наверное, сработали родственные связи в том числе, потому что его старший брат работал, Сергей Ильин, был известным в городе журналистом, филитонистом и работал в Пермских губернских ведомостях. И даже в это время, как раз, где-то до 1901 года он возглавлял литературную редакцию Пермских губернских ведомостей. Поэтому, в общем, тут все как-то сошлось, и Сергей начал активно сотрудничать с нашей местной прессой. Он писал из Москвы корреспонденции, которые назвал «Московские письма». Это была такая традиционная рубрика в газетах конца 19-го, начала 20-го века, рубрика «Писем». У нас публиковали Санкт-Петербургские письма или Екатеринбургские письма. А вот Ильин затеял цикл «Московских писем», и цикл получился невероятно выразительным. То есть это вот такой пример очень яркой журналистики. Это письма, которые посвящены повседневной жизни Москвы. И они просто прекрасны вот этим чувством фактуры жизни. То есть он пишет там о вербных рынках, например, Москвы. О том, как запустилась конка. О том, какие развлечения популярны сейчас в Москве. Но значительная часть этих писем посвящена литературным событиям московским. Например, он пишет о выступлениях дикадентов. Иронично, кстати, не любил он их. Он пишет, например, о выступлении Немировича Данченко, о новом театре. Он пишет о новой постановке Чехова, то есть о постановке трёх сестёр в Московском художественном театре. То есть, в общем-то, такие знаковые события попадают в поле его зрения. И он об этом рассказывает, об этих событиях рассказывает пермским читателям. И последняя книжка, о которой я хотела рассказать, она представляет серию, над которой мы работаем в последнее время. Это серия уральских травелогов XIX века. Травелог — это такой, даже не скажу уже, что новомодный термин. Это термин, который устоялся в академической среде. Используется он по отношению к разного рода путевым произведениям. Путевые очерки, заметки. Даже корабельные журналы называют травелогами на самом-то деле. То есть это все словесные произведения, но, кстати, не только словесные, может быть, и видео, которые созданы по результатам реального путешествия. То есть это не билетристика. Вот травелог, он как раз путевую литературу художественную от этих документальных текстов отделяет. Вот травелог — это документальная литература, та, которая создана по итогам реальных путешествий, реальных поездок. Мы это понятие используем. Ну, как-то действительно так принято уже в академической среде. Используем это понятие как устойчивый термин. Поэтому мы его, в общем, уже легко применяем по отношению к литературе XIX века вслед за другими исследователями. А термин ввел, ну, если вдруг это будет интересно, Александр Эдкин в 2001 году. Он его заимствовал из американской культуры. Американцы его использовали давно. Придумав вот такое слово гибрид. Тревел, путешествие, да, лог — это рассказ, история. Вот, то есть рассказ о путешествии. Тревелог. Мы не случайно обратились к уральским тревелогам XIX века. То есть это не какое-то вот такое... Наша прихоть вот захотелось нам вдруг опубликовать путевые очерки XIX века. В основании, да, вот этой издательской серии лежит тот факт, что литературное открытие Урала, ну, и Пермского края, и Перми, оно произошло как раз вот в таких путевых очерках и заметках, которые были написаны в XIX веке. Не было здесь собственной литературы, не было больших авторов, которые, литераторов, которые писали о Перми, а были путешествующие литераторы, которые писали об Урале, о Перми, о Екатеринбурге, о Челябинске. И вот именно в этих путевых заметках и путевых очерках происходило литературное открытие Урала. То есть формировался литературный образ нашего края. Вот такая простая, но очень важная для пермской культуры мысль лежала в основе этой серии. И открывают эту серию очерки Мельника Печорского. Это действительно автор, который представил первое подробное литературное описание Перми и Северного Прикамья. Вот здесь вот карта есть, да, то есть он путешествовал со стороны, въехал он со стороны Вятской губернии, а ехал вообще на самом деле из Тамбовской губернии, да. Вот выбрал такой маршрут, чтобы как бы из центра России приехать на ее восточные окраины. Очень часто говорили, что ехать об Урале, как о Сибири, о части Сибири. То есть все направление на восток считалось сибирским. Я поехал в Сибирь, на самом деле путешествовал по Уралу. То есть Пермский край, это было его целью? Да, да, да. Нет, вот в том ты все делала. Кстати, очень ценное замечание на самом деле, потому что цель путешествия, она выстраивает маршрут и образ. Одно дело, когда я еду в Сибирь, и Урал это транзитное пространство, да, такое промежуточное. А другое дело, когда я еду на Урал, и именно Урал является целью моего путешествия. И вот у Мельникова-Печерского Урал, а точнее Прикамье, Соливарни, Уральские Прикамские Соливарни и заводы Прикамские, они являлись целью путешествия. Но это связано и с обстоятельствами его пребывания в Перми, поэтому я вот и хотела на этом остановиться. Он приехал в Пермь в 1938 году, ну, в 1800, в 1838 год. Блестяще закончил Казанский университет, отделение славянской филологии. Да, да. Вот. И попадает в какую-то неприятную ситуацию, о которой нигде они не говорят потом, впоследствии, то есть биографы не знают, что это была за ситуация. Какая-то провинность, такая студенческая. Ну, возможно, политическая, возможно, нет. Но вместо того, чтобы уехать, продолжить обучение в Европе, как предполагалось, он уезжает в Сылку, в Пермскую губернию, в Пермь. Здесь он становится учителем истории и статистики. Правили в большой город, да, в Пермь, где была гимназия, где он смог работать учителем. Почему выбрал историю? Ну, возможно, не было вакансии словесника, да. А историю он увлекался, видимо, со школьных еще лет. Вот такой был историк-энтузиаст. И благодаря вот этому своему увлечению историей, собственно, и появились вот эти очерки. Потому что он приехал и все свободное время проводил в экспедициях по Пермскому краю. Прямо изучая. Вот он поставил себе задачу изучать экономику Пермского края, необычную экономику, да, горнозаводскую, непривычную для человека из Нижнего Новгорода, и культуру Пермского края. То есть посмотреть на то, как устроена жизнь коренных жителей, как устроена жизнь рабочих, как живут крестьяне на этой территории. Это вообще прямо у него прям пунктик был. Но самое главное, что, мне кажется, вот одна из таких удач и самых интересных, может быть, один из самых интересных сюжетов этой очерков связан с изучением биармии. То есть он прямо вводит эту тему в очерки, он отстаивает право биармии на существование. Причем, как историк действует, он говорит, но есть же свидетельства, есть археологические свидетельства о существовании этого государства. Он связывает это государство с Чудью, коренным народом. Говорит о том, что Чудь это и был тот пронарод, от которого пошли коми-пермики, зыряне, вот и другие коренные народы Урала. И, вы знаете, он прямо систематически выстраивает списки доказательств того, что биармия существовала, Чудь существовала, что есть остатки этой Чудской цивилизации на территории Пермского края. То есть практически перед нами создание вот этого биармского сюжета, Пермской истории. То есть он как литератор и как историк увидел этот сюжет и представил его в очерках. До этого времени тема биармии дискутировалась, ну как-то так, достаточно вяло, а он тут ее вывел на такую вот авансцену литературы и обсудил ее. Вы знаете, он выстраивает даже списки всех Чудских городищ, которые были известны на тот момент. То есть он прям по районам, списками рассказывает об этих Чудских городищах. Он описывает археологический кабинет Волигова. Волигов как раз это управляющий имением Строгановых в Ильинском и один из самых известных краеведов начала 19 века в Перми. Он первым начал создавать археологическую коллекцию вот этих пермских древностей Волигов. Он заканчивает ее формирование к концу как раз 30-х годов. И тут приезжает Мельников-Печерский. И как мог проезжий литератор к этому отнести? Да, замечательно. Он мог рассказать о Волигове, о том, что существует такая уникальная коллекция. А Мельников-Печерский методично описывает все эти 55 предметов. Перерисовывает, нумерует, описывает в больших таких списках вот эту часть коллекции, связанную со звериным стилем. Вот эти горные заводы, они его потрясли своей мощью, но он называл уральцев странными людьми, чужаками. То есть мы для него были чужими. Не понял он. А я даже предположила, что, возможно, даже просто не было каких-то литературных инструментов описания этой уникальной культуры. Не было литературной традиции. Как это описать? Как это представить? Какие образы найти? Поэтому биармийский миф, даже не миф, для него это была история, история государства, биармия. Это то, о чём он писал вдохновенно, интересно. Он понимал, о чём он пишет. И, в общем-то, Мельников-Печорский как раз в историю пермской культуры ввёл вот эту тему биармии и её вообще реальности. Ещё у него в этих очерках очень много исторической мифологии. Он тоже как историк к этому очень внимательно относился, слушал и воспроизводил целую серию мифов, легенд. Легенд, преданий о Ермаковом оружии, о Ермаке, о Пугачёве. То есть его очерк, посвящённый Кунгуру, он практически весь связан с этой пугачёвской мифологией, с пугачёвскими преданиями, которые сложились вокруг этого города. Вот. То есть вот такая, видимо, историческая часть пермской истории ему понравилась больше, она ему была ближе и понятнее, видимо, и интереснее. Поэтому он тут вдохновенно вот об этом, обо всём писал. А вот уже Горнозаводской Урал был открыт в очерках Немировича Данченко, ну и потом Мамина Сибиряка. То есть вот такое открытие Урала как самобытной территории, цельной территории, да, основу которой составляла деятельность горных заводов, да. Вот этот Урал представлен был уже потом, позже, в конце 70-х, начале 80-х, Немировичем Данченко и Маминым Сибиряком. И поэтому у нас в нашей траволожной серии Немирович Данченко – это следующий автор. То есть мы подготовили к изданию 750-страничный труд Немировича Данченко «Кама и Урал». У нас, правда, получилось 460. Мы как-то с Маматовыми ужались. Но в первой источнике 750 страниц – это великолепное описание Урала. Я вот рекомендую вам почитать эти очерки. Ну, в современном издании понятно, что их читать удобнее, тем более, что мы это издание сопроводили тоже комментариями достаточно подробными. И историко-литературной статьей – это книга, которую интересно и читать, и размышлять о ней, и думать, узнавать историю Урала и Перми, опираясь на нее, опираясь на Немировича Данченко и на наши предметные комментарии. И третья книга в этой серии, она уже связана с путевыми очерками уральских авторов. Мы собрали по журналам и газетам публикации очерковые путевые заметки уральцев. Это пермские и уральские писатели, журналисты, которые в конце 19-го, начале 20-го века начали активно заниматься внутренним туризмом. Они очень много писали о Перми. У них прямо была миссия открыть все, даже такие заповедные, дальние уголки Урала и представить их читателю, пермскому читателю и тому читателю, кто заинтересован Уралом и путешествием на Урал. И вот эта книжка вышла у нас прямо буквально две недели назад. Она сейчас доступна в открытом доступе. Я думаю, что, может быть, мы поделимся этой ссылочкой на ресурсах Камбы. Она называется «По предгорьем Урала». Открылась она Мельниковым, а продолжилась Немировичем Данченко и пермскими авторами.